Сегодня наша встреча с главным тренером национальной сборной Украины, мужской национальной сборной Евгением Викторовичем Мурзиным по вопросу, по итогам его участия в семинаре на финале четырех Евролиги, который вошел в Берлине в мае этого месяца. В первую очередь, Евгений Викторович, скажите, пожалуйста, кто организовывал этот семинар, кто участвовал, как попадали люди туда? Ну, наверное, сначала кто организовывал семинар? Организовывал, насколько уже теперь знаю, это где-то шестой или седьмой раз под эгидой ФИБА. На финале четырех проводится семинар для тренеров, повышение квалификации. Проводил его известный человек, это Джорджи Огандоли, он постоянно этим занимается и с разрешения ФИБА, естественно, проводит семинар. И семинар был для меня очень интересен, в первую очередь, участниками, кто проводил семинар. Это Серджио Кариули, это известнейший тренер, тренер сборной Испании, чемпион Европы, серебряный призер Олимпиады, чемпион серебряный мира. Это известнейший и авторитетнейший человек Майкл Браун, это тренер с МБА, тренер Кливлинг Кавальерс и Лос-Анджелес Лейкерс, это чемпион МБА в составе тренерском Сан-Антонио. Это тоже очень серьезная ключевая фигура в МБА и под его руководством с 2005 по 2010 Леброн Джеймс, он тренировал Леброна на Джеймса и стал такой восходящей звездой, о которой очень много говорят и который действительно очень известный и выдающийся игрок в МБА. Следующий должен был быть Брэндон Пейн, это тренер по индивидуальной подготовке Стивена Акари и тренер команды Германии Джон Патрик, команды Людсбург. И вот эти четыре человека три дня проводили семинар по разным направлениям, то есть было очень много выделено внимания защите, было зонное нападение, было транзишн оффенс. И для меня это было очень интересно, потому что некоторые мысли совпадали, некоторые что-то новое я подчеркнул именно в плане развития современного баскетбола и трактовки современного баскетбола. И я считаю этот семинар очень полезен, в первую очередь и для меня тоже. Хорошо, спасибо. И тогда следующий вопрос. Вот вы начали говорить, что узнали что-то новое и подчеркнули что-то новое. Вот скажите, больше все-таки, что-то, какие-то новые течения в баскетболе предлагают эти тренеры или говорилось в основном, что-то повторялось, что-то подтверждалось или абсолютно новые вещи вы услышали? Нет, абсолютно новых вещей не было, но именно трактовка определенных вещей мне было интересно просто для своего понимания. То есть у меня, может, были какие-то сомнения в чем-то, но именно услышав это из уст этих тренеров, я понимаю, что где-то я двигался в правильном направлении. Очень много было людей, где-то порядка ста человек, я думаю, может быть, даже чуть больше. Четкую цифру я не знаю, но трибуны были полные. Очень много было молодых тренеров. С Украины, на сегодняшний день, Украину представляли два тренера. Это я был и тренер химика южного Виталий Степановский. То есть у нас только было было с Украины, и мы представляли Украину на этом семинаре. Насколько я знаю, для Виталия это было не первая клиника, где-то, наверное, третья или четвертая. И поэтому некоторые вопросы мне помогали ориентироваться и чувствовать себя более уверенно. Проводя часто семинары здесь, в Украине, я сталкиваюсь с таким вопросом, может быть, не проблемой, но есть такая ситуация. Допустим, на начало семинара приходит, допустим, определенное количество, 100% людей. И к концу семинара постоянно как-то снижается, снижается количество участников. Вот скажите, на этом семинаре было ли что-то подобное, или постоянно добавлялись слушатели, или наоборот, стабильная, стопроцентная посещаемость была? Вот как это общее видимость? Я думаю, что это в первую очередь сознательность, если ты хочешь получить и содержание клиники самой. То есть, когда проводят очень авторитетные люди, и когда это действительно, я считаю, что это, наверное, как я собирал информацию, это одна из лучших клиник была, тренерских в Европе. Поэтому посещаемость была стопроцентная. Я, честно говоря, не видел ни одного пропустившего или опоздавшего на занятиях. Были определенные там какие-то изменения, но это сила, наверное, каких-то таких причин. Единственное, что меня удивило, это практически был открытый третий день. Последнее закрытие курсов было еще больше людей. То есть, я так понимаю, что Германия для своих тренеров третий день сделала открытым. Потому что очень было много женских тренеров. То есть, если у нас сугубо практически мужская была компания в первые два дня, то в третий день трибуны были полностью заняты и были разбавлены где-то на пятую часть женщин. И что меня удивило, и что это отметил Джорджио Гондоли, это первый раз появились представители Китая на этих семинарах. То есть, это все больше и больше популярно завоевывает. И я думаю, что эти курсы надо посещать. И где-то это хороший дает толчок для всяких мыслей. А тогда вот если такие курсы нужно посещать, такой вопрос. Как попадают туда? Какие есть варианты попасть на эту клинику? Что нужно сделать для этого? Ну, я думаю, что надо зарегистрироваться, ну, как я попал, да, зарегистрироваться, оплатить определенную сумму, там, по-моему, она колеблется от сроков, которые ты оплачиваешь, от 135 евро до 180 евро. Тебя регистрируют на этом сайте, нет ограниченного количества людей. И все, и ты можешь спокойно приезжать, насколько я знаю, что ограничений нет. По количеству. А если говорить о том, как будут попадать, наверное, многие хотят попасть, но средства не позволяют. Какие есть варианты, может быть, слышали, как попадают из других стран? Ну, я слышал, да, я слышал, разговаривал с людьми, да, есть конкурсы тренеров. И, например, проводят конкурс тренеров, те, кто там одно или два места первые занимают, они получают от федерации. Федерация оплачивает этот взнос на... На участие? На участие, да. Да, но проживание и питание, они едут за свой счет, там, или за счет, там, местной федерации, там, или президентов клуба, там, и все остальное. Так, по крайней мере, там, такая информация у меня получил, да. Ага, ясно. И, ну, вот еще такой вопрос, вот, как вы думаете, если перенести к нам, Украину, и такие, ну, не такие, скажем, семинары, а просто семинары, проводящиеся у нас, вот, как, по-вашему, лучше делать семинар? Либо сделать план семинаров и проводить их, либо узнать у тренеров или у федерации, хотят ли они это услышать, и нужно ли им это, или все-таки больше это настаивать на обучении, как вы думаете? Ну, ну, в моем понимании, я не думаю, что, например, по этому семинару, который я посетил, что это был семинар тренеров, которые хотели задать какие-то вопросы. Просто это определены были темы самими, кто преподает, это Сержис Крю, там, Браун, они специалисты в каких-то направлениях, и они взяли на себя, там, несколько тем и отрабатывали эти темы, и мне кажется, что в этой ситуации, мне просто, вот, какие горячие, там, или можно попросить тренеров, какие вопросы у них возникают, то есть, даже, например, вот, насколько я знаю, Сержис Крю не очень, там, часто играет в зонную защиту, а одна из тем была зонная нападение, то есть, он взял с себя такую тему, и мне понравилось его отношение к этому вопросу. Подход, да, подготовка, там, как он видит это все, вот, и тоже пару мыслей таких интересных, ну, ну, понравилось, и в этом отношении, конечно, немножко, Майкл Браун был немножко чужеродным в плане какого, потому что это человек, который провел все время в NBA, известнейший человек, но правила NBA отличаются от правил европейских, там, например, он брал тему на себе, игра центровых под счетом, у них страховка не такая, у них правила немножко другие, было очень много вопросов со стороны слушателей, да, задавали ему, говорит, вы сделайте это поближе к Европе, потому что, он говорит, у нас здесь не страхуют, у нас здесь игра один на один, а у нас постоянно идет сдваивание, идет постоянно давление, да, больше командная игра, но вот у них подстрафовка в течение двух секунд может только присутствовать, и они очень открыты, что мне понравилось, то есть аудитория может задавать любые вопросы, они тут же отвечают, видят свое, не думаю, конечно, что они на 100% дают, выкладывают свою философию. Вот, это важный вопрос, да, я хотел бы задать, как много они выдают из того, что их, как точно... Не думаю, что 100%, потому что, ну, было такое ощущение, что вот... Общие черты даются, да? Они дают направление, они дают свое видение, они дают, очень много дают, но самое золотое, я думаю, они все равно придерживают где-то там... Своё. Да, потому что, если бы они бы это сказали, можно было бы по-другому готовиться непосредственно, к ним более открыт, конечно, был Браун. С Кориола, я думаю, что он все свои тайны не рассказал и не показал. Джон Патрик тоже углубленно, но не до конца, я думаю, что выложился в суд. Ну, мне кажется, наверное, проводя так много семинаров, я думаю, в этом и есть какой-то смысл, чтобы что-то не договаривать, оставлять тренером, чтобы они работали и как-то находили свой путь к победе. То есть он дает направление, а там ты уже сам можешь, то есть он показывает, например, вот тоже, тоже Майкл Браун говорил, очень было интересно по сдваиванию в игре в защите против центровой, и он рассказал, вот говорит, все виды защиты, все виды подстраховки, какие существуют, верхняя, нижняя, средняя там, и ротация в этом, он говорит, вы как тренера, вы должны сами определиться для себя, какое вы направление делаете. Все же зависит от состава, естественно, что ты можешь говорить, об этом должен подумать сам тренер. Безусловно, да, и вот я же говорю, и таких мелочей, и очень много были направления на мелочи, которые, в принципе, могут ускальзывать от тренера, например, вот я же говорю, для меня так глубоко был вопрос, например, простой вопрос, там, заслон центрового, оказывается, он разбит на несколько мелочей, которые бывает иногда не всегда... Ты учитываешь, ты знал, ты, может быть, обращаешь внимание. Обращаешь внимание, нет, но она очень существенно влияет на и на сам заслон, и на результат, безусловно, и результат от комбинации, то его нападение, поэтому было интересно, и это жива аудитория, то есть составляется после каждого лекции, остается там минут 15, 20, 30 даже минут было, которые садились на вопросы, то есть спрашивали вопросы, как вы видите, как что, какая подстраховка, и в этом отношении им некуда было деться, они отвечали, да, отвечали. Я, если провоцировать на Украину, я со своей стороны могу задать такой вопрос, как вы думаете, почему у нас такого не происходит, большого количества вопросов, большого интереса, допустим, к той теме, о которой идет разговор? Я вот по своему опыту знаю, проводя семинары, заканчивается семинар, вот последний семинар мы проводили в Харькове с Владимиром Холоповым, заканчивается семинар, задается вопрос, какие, ну не вопрос, а предложение, какие будут вопросы, и в ответ мы все поняли, тишина. Ну, наверное, это наш, наверное, какой-то менталитет, это, может быть, нам кажется, что мы будем выглядеть глупо, или еще что-то такое, а в Европе намного все проще, они не боятся этого, они задают любые вопросы, и большое очень уважение со стороны лекторов, скажем так, потому что ни разу не было какого-то такого, знаете, усмешки какой-то, или там... Да, все, любой вопрос, даже какой бы сложности он ни был, там даже, может быть, легкий, он говорит, я вам повторю, например, даже было такое, я об этом говорил, но я концентирую на этом внимание, пожалуйста, будьте внимательны, никаких вопросов. У нас, может быть, как-то вот люди боятся там вот именно быть активными, быть в этом плане даже, может быть, в какой-то степени агрессивными, чтобы они приезжают на сбор, они приезжают на семинары, и они... Вправе, это должны, наверное, обязаны, полностью все вопросы, которые их интересуют, они должны задавать, и тогда это будет в виде беседы, в виде спора какого-то, или... Обменом мнениями я считаю, что это нормально. Мне кажется, еще часто люди думают, что вопрос может звучать глупо, или показать, что человек не знает чего-то, но мы понимаем, что знать все невозможно, и лучше задать вопрос даже просто. Я говорю, там намного открытие люди, и намного они не боятся, не боятся выглядеть как-то, потому что задают очень много вопросов, и вроде бы понятно все, зачем они задают, а они лишний раз... Убеждаются, подтверждают. Правильно поняли, да, вы поняли правильно. То есть лишний раз переспрашивают, чтобы уже четко знать ответы на некоторые вопросы, потому что эти люди, они прошли хорошую школу, и их не опыт, нельзя сбрасывать счетов. Ну, супер. И тогда в завершение, конечно, нужно сказать, я как руководитель тренерской комиссии, и как человек, который, ну, иногда, скажем так, проводим семинары, и встречи с тренерами, вот можно ли предложить от вашего имени ваши услуги по поводу проведения семинаров в каком-либо городе Украины? Смогли бы вы и свои идеи, и то, что было в Берлине рассказать? Это была бы хорошая мысль, и это было бы интересно, я думаю, для... Интересная работа и взаимодействие, тренировка. Есть информация, да, есть информация, да, я готов поделиться, и если кому-то интересно, я думаю, что можно было это сделать на основании этой клиники, я мог бы уже, не интерпретируя ничего, это просто повторить то, что говорили уважаемые люди, это не моя, а тренер он сам выбирает свое направление в баскетболе, да, от чего, как играть, но вот это можно сделать, и можно сделать, и подключить Степановского, и на какой-то базе мы могли бы сделать этот семинар, вопросов нет никаких, я с удовольствием, если это будет интересно, я готов подключиться. Я считаю, что на этом можно завершать нашу встречу, и как итог нашей встречи, самый главный, это предложение от тренерской комиссии, от руководителя нашей сборной, главного тренера Евгения Мурзина, приглашайте, интересуйтесь по итогам берлинского семинара, скажем так, или по любым другим вопросам, мы с радостью отзовемся и примем участие. Да, и прошу, да, будьте активнее, если вас что-то интересует, это можно любые вопросы задавать и общаться, я думаю, это будет интересно для всех. Хорошо, спасибо. Спасибо.